И как-то мы беседовали с одной литературной дамой, и я ей рассказал, там поддакнул что-то, да, вот Чехов говорил, видите, пепельницу, а я могу написать по ней рассказ. И дама сказала мне, вот видишь мой комод, напиши о нем что-нибудь. Старый пони, вор в законе, белый слоник из этапа, что сейчас на перегоне между шкатулкой и шкапом, наглорыжая кошара, что на шкапе щурит рожу. И на гвоздике гитара смотрят сон один и тот же, будто в суете и пыли, в треске жаркой перестрелки, портсигара не забыли, у созвездия тренки. Непонятная промашка, экспозиция кошмара, зависает вся компашка, как ей быть без портсигара, всякое могло случиться, но желательно не это. Да, очень важная вещичка для созвездия сюжета, что была там перестрелка, что была там перетряска, извините, была остро там и яро, не канает за отмазку об утере портсигара. Ведь уже остыли гильзы, кольки смертью не плюются, те, кто нынче выиграл в жизни, не мешало бы затянуться. Как умарить на крылечке, в облаках шального плана, где в летающих колечках ждет созвездие нирвана, где слоны на перегоне пляшут вальс по судной лавке, где кошары ржут, как кони, у созвездия булавки, где уроды бьются в коне ритмом ластует гитара. Так бы все и было, кроме недостачи портсигара. Что случилось с гороскопом? Что с натальной картой сталось? Что компания всем скопом так жестоко обломалась? И теперь на новом месте, с чувством прежде незнакомым, смотрятся на ней все вместе у созвездия об ума.